Здравствуйте, дорогие друзья! На этой неделе мы с вами изучаем, каким образом Авраам хоронит свою прекрасную жену Сару. Саре исполняется 127 лет, она закончила свою миссию в этом мире. И вот Авраам идет и выкупает пещеру Махпела. Это удивительная-удивительная пещера в городе Хеврон, в которой похоронен уже на то время Адам со своей женой Хавой. Это то уникальное место, о котором Авраам уже знает 38 лет, Всевышний ему это место показал, что там похоронен Адам, там похоронена Хава. И Авраам уже давно-давно-давно планирует похоронить там Сару, но из разных духовных барьеров он не может выкупать эту землю, это место, эту пещеру, пока не состоится жертвоприношение Ицхака. И вот когда оно состоялось и умерла Сара, он смог уже купить эту пещеру и похоронить свою жену. Авраам делает похороны очень-очень публичными, и он выкупает эту пещеру для могилы своей жены максимально-максимально публично. Авраам хочет, чтобы все увидели, во-первых, что нужно хоронить правильно своих близких. Нельзя, не дай Бог, кремировать их тела, а скоро будет воскрешение мертвых, и они все встанут, и они оживут. Нельзя заниматься кремацией тела. Это первый урок, который хотел дать Авраам всему-всему там городу, всем хитийцам, которые находились в этом месте. И второй урок Авраам хотел показать. Смотрите, в этой пещере похоронен Адам и Хава. Обратите внимание, каким образом Адам сделал вот эту пещеру, а он ее сделал двухэтажной, показать, что есть этот мир, это первый этаж, и есть продолжение нашей жизни в будущем, в грядущем, в духовном, в настоящем мире. И вот Авраам говорит, хитийцы, дорогие друзья, я хочу выкупить эту пещеру для того, чтобы сделать там гробницу моей семьи. Нельзя сжигать, кремировать тела. Не дай Бог, это большой грех. Нас ждет воскрешение мертвых. И обратите внимание, он говорит всему городу, есть два яруса, два этажа в этой уникальной пещере Махпела, чтобы мы все помнили, что есть этот мир и грядущий мир. Вот такой урок дал Авраам жителям Бнейхет, хитийцам, которые жили возле пещеры Махпела. И вот такой урок для всех нас, чтобы мы помнили и верили, что этот мир – это всего лишь маленький-маленький коридор перед настоящим духовным миром. Точно так же, как Адам оставил вот этот Симан, он оставил для нас визуальную такую подсказку, что есть два этажа в этой пещере. И всегда помните, что этот мир – это всего лишь коридор перед настоящим миром. Спасибо огромное!